Прогулка с дочкой Викой для Вадима одно удовольствие. Девочка подросла, теперь с ней есть о чем поговорить. К примеру, о школе, в которую Вика пойдет уже в следующем году. Вопрос для Вадима не праздный, как, впрочем, и для всех жителей новых микрорайонов. Квартиры в основном купили молодые семьи, детей много. А вот строительство школы, со слов жителей, заморозили аж до 2025 года. Люди обращались к нашим чиновникам в администрацию нашего города. Ответ пришел, до 2025 года не будет стройки никакой. То есть, школа как бы запланирована, а строить некуда. Мы и так детей своих возим, например, в детский сад, на миры. А еще, если в школу будут они ходить, ну, там, куда-то в другие районы, то так не пойдет. По проекту школа есть, и под нее даже расчищена площадка. Но строительная техника работает сегодня по соседству, возводит новые жилые дома. Возмущению родителей нет предела. Они же вот это вот тоже утверждают, это называется социальная инфраструктура. Но почему они это не реализовывают, а реализовывают, грубо говоря, ипотеку туда-сюда. Это все коммерция, потому что это бизнес. А вот здесь, извините, зачем в деньги вкладывать? Пускай у нас народ тупеет, пускай качество образования падает. По факту это сейчас так идет. Люди не понимают, где логика. Если новые дома заселят, то даже ближайшая к ним 33-я школа не сможет вместить всех детей, так как сильно перегружены и работают в две смены уже сегодня. Наши жители этого микрорайона столкнулись с этой проблемой. Поэтому в этом году кто относится к этой школе, берут. Но на следующий год она не может вместить, ну, нереально туда вместить столько детей. Нерезиновая же школа. Естественно, она же нерезиновая, да, правильно сказано. Мириться с ситуацией люди не хотят. Оттого написали петицию и активно собирают под ней подписи. Мы в дальнейшем планируем дальше обращаться уже и в Казань, и в Москву, если надо. В Казань. Наши петиции и так адресованы правительству. Петиции адресованы правительству и республики Татарстан. Руководитель управления образования сходу заявил разговоры о замороженном строительстве школы до 2025 года не более чем разговоры. Люди просто неверно истолковали полученную информацию. Данная паника, она немножко необоснована, потому что сегодня идет формирование программы у министерства образования республики Татарстан о создании новых мест в образовательных организациях с 2016 по 2025 год. На сегодняшний день муниципалитет подал заявку на строительство нескольких школ. Это 31, 33, 35 микрорайон, 45 и 47 микрорайоны. В ближайшие дни эта программа будет сверстана. Только после этого до населения доведут, где и в каком году будут построены школы в Нижнекамске. Наталья Лушникова, Рафаэль Ракипов, Новости НТР.